«После того, как Аллах Велик Он и Славен вознес Айсу ибн Марьям один из апостолов стал похож на Айсу, и они распяли его и убили». Евреи убили этого двойника и решили, что убили самого Айсу ибн Марьям, мир ему. Но Аллах оказал Айсе честь, почтил его и спас от евреев. Он вознес его прежде, чем Айса, мир ему, как-либо пострадал. Марьям, его мать, присутствовала при казни, и на тот момент она была жива. Увидев двойника, она решила, что это ее сын, она принялась плакать. Но пришел Джибриль и сообщил ей, что этот убитый, которого сейчас распяли, не твой сын, а твоего сына Всевышний Аллах вознес. Он сказал ей это, чтобы ее сердце успокоилось. Изначально апостолов было мало, и каждый из оставшихся апостолов помнил что-то из Евангелия, изучения Айсы, мир ему. Каждый из них покинул свой город и отправился в какую-то определенную страну. Говорили, что Всевышний Аллах обучил всех их языку того народа, к которому они пришли. Так от учеников Айсы, мир ему, распространились четыре Евангелия. Это были Евангелия от Луки, Иоанна, Матфея и Марка. Эти Евангелия распространили чьи ученики? Айсы, мир ему. Каждый из них помнил наизусть часть учения Айсы и обучал этому людей. В эти Евангелия стали заходить искажения и изменения, так как ученики сами порой не помнили все целиком. Некоторые из них могли что-то передать своим ученикам, и потом уже эти ученики с ошибками доносили до людей то, что усвоили. Поэтому в этих четырех Евангелиях, которые существуют сегодня, вы можете обнаружить многочисленные противоречия и расхождения, но они исходят не от Айсы. Айса никогда не говорил ничего противоречивого, так как он передавал слова Аллаха. Он не придумывал что-то свое. Эти разногласия появились уже после Айсы, мир ему, из-за учеников, которые разошлись по земле. Вначале распространилось поклонение одному Аллаху, великому и могучу. Шло распространение таухида, единобожия. Чрезмерное почитание Айсы ибн Марьям началось только спустя 200-300 лет после его рождения. Эта чрезмерность состояла в том, что его стали называть сыном Бога или говорить, что он и есть Бог. Все это началось только через 200-300 лет после его рождения, а не с самого начала. Люди разошлись во мнениях относительно Айсы ибн Марьям. Сыны Исраиля разделились. Одни из них объявляли его неверующим, гордились тем, что убили его, обвиняли его мать, да упасет нас от этого Аллах в разврате, и объявили его своим врагом. Хотя Ихтора возвещала о приходе Айсы ибн Марьям и приводила его описание. «Хорошо, как же вы не уверовали в него?» Они заявляют, что Айса – это не тот ожидаемый мессия, который должен появиться перед концом света. Поэтому по сей день иудеи в Палестине верят, что их мессия еще не пришел. Он еще не был послан к ним, но якобы появится в последние перед судным часом времена. Айса ибн Марьям вышел среди этих невежд, неверующих, заблудших, сумасшедших, как он их называл, и они захотели убить его. Но Аллах, Велик он и славен, вознес его к себе. С того времени, вот уже больше двух тысяч лет, они ждут, когда же к ним придет Айса ибн Марьям. Удивительное мышление. Что касается христиан, которые оставались на религии Айсы ибн Марьям, то они распространились по земле. Часть из них продолжала придерживаться Единобожия. Но таких было мало. Эти люди находились в отдельных монастырях, кельях и храмах. Они так исследовали Единобожию, которому их обучал Айса ибн Марьям Мирьяму. Но многие другие придерживались на этот счет иного мнения. Были люди, утверждающие, что Айса – это сын Аллаха, или что Айса – сам Аллах. Их разногласия достигли императора Константина, который запретил все эти новые догматы и объединил людей на одном мнении. После этого христиане разделились на три разные группы, на разные церкви. Тем не менее, среди них все так же были люди, оставшиеся на чистом Единобожии, после вознесения Айсы ибн Марьям. Сотни лет они придерживались Единобожия. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал о том времени, которое предшествовало его пророческой миссии. Аллах посмотрел на людей, живущих на земле, то есть на тех, которые жили до того, как Мухаммад стал пророком. И примерно через 600 лет после вознесения Айсы, со своим пророчеством был отправлен Мухаммад. С ним прекратилась цепь пророков из сынов Исраиля. Пришел пророк из рода Исмаиля, и все они являлись потомками Ибрахима. И сыны Исраиля, и Исмаиль, все они были потомками Ибрахима. Но отправка пророков из сынов Исраиля, Якуба, прекратилась. И последний пророк оказался из рода Исмаиля. Прошло 600 лет, и до того, как Мухаммад стал пророком, сыны Исраиля широко распространились по земле. Среди них были те, кто ругал, оскорблял и поносил Айсу ибн Марьям. Описывали его ужасными словами, говоря, что он был неверующим и не верил в Евангелие. Были и те, кто еще со времен Муса, мир ему, оставался на единобожии и придерживался Торы. Такие были в меньшинстве. Что касается последователей Айсы, мир ему, то многие из них впали в неверие, приписали Аллаху сына. Или сказали, что Айса – это сам Аллах, или что Он – третий из Троицы. И крайне незначительная их часть осталась на единобожии. Так сыны Исраиля распространились по земле. Но действительно ли все они были потомками сынов Исраиля? Об этом знает только Всевышний Аллах. Лишь малая их часть действительно относилась к потомкам Исраиля. Религия разделила их на христиан и иудеев. Большинство христиан исказили свою религию, и единобожие придерживалось меньшинство. Также большая часть иудеев исказила свою религию, и единобожию следовало меньшинство. Мы узнали об этом разделении. Таково было положение людей перед началом пророческой миссии Мухаммада. Салли Аллаху алейхи ва салям. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, «Поистине Аллах посмотрел на людей, живущих на земле, и возненавидел всех их, арабов и неарабов, за исключением оставшихся людей Писания». Это были оставшиеся иудеи и христиане, которые продолжали следовать единобожию. Некоторые из них не были ни иудеями, ни христианами, а просто следовали религии Ибрахима. Некоторые из них даже тогда, когда курайшиты были язычниками, не поклонялись идолам, никогда не совершали земных поклонов перед истуканами, и были единобожниками, искренне поклонявшимися одному Аллаху Великому и Славен. Они верили, что Господь – это создатель всего сущего. Некоторые другие даже отправлялись в какие-то отдаленные церкви и кельи, чтобы оттуда почерпнуть для себя что-то из единобожия и продолжать его придерживаться. В религию зашли все эти искажения, но малая часть людей следовала истинному учению. Когда многие иудеи переселялись во времена Древней Греции и Римской империи, часть из них переехала в Медину. Говорили также, что они переселились в Медину еще в дни Новохудоносора. Они переселялись и осели в Медине. Почему они пришли именно в Медину? Почему поселились в Хайбаре, который расположен недалеко от Медины? Потому что из Торы они узнали, что будет пророк, который появится в этом городе. Они считали, что этот пророк, благодаря которому люди приобретут прямое руководство и который будет печатью всех пророков, несомненно, будет относиться к сынам Исраиля. Они не знали, что последний пророк появится среди другого народа, выйдет из сынов Исмаиля. По этой причине многие иудейские племена поселились в Медине, а также в Азисе в Фадак, в Хайбаре и в других близлежащих селениях рядом с Меккой и Мединой. Они стали там жить, ожидая прихода этого пророка, который, как они думали, будет одним из них. Сыны Исраиля рассеялись по земле. В своем большинстве они были в явном заблуждении, не считая немногих. К этим немногим относился Варака ибн Науфаль. Когда Мухаммад стал пророком, он пошел к Вараке. Хадиджа отвела пророк, когда благословит его Аллах и приветствует, к Вараке, который на тот момент был дряхлым старцем, уже потерявшим зрение. Варака сказал, «Расскажи мне, о сын моего брата, что ты видел?» Пророк ответил, «Я видел то-то и то-то, когда находился в пещере». Когда он все ему рассказал, Варака произнес, «Это был тот Намус, тайный вестник, которого Аллах посылал к Мусе. Тот же ангел, который не сходил к Мусе, пришел и к тебе». Затем Варака сказал, «О, если бы я был молод, если бы дожил до того времени, когда твой народ изгонит тебя». И Варака знал, что так случится, поскольку читал историю сынов Исраиля и знал, что творили со своими пророками сыны Исраиля. Сам Варака придерживался чистого единобожия и уверовал в Мухаммада салляллаху алейхи ва салям. Более того, когда пророк переселился в Медину, посмотрите, что делали иудеи, которые расселились по разным землям. Пророк совершил хиджру в Медину. И до того, как стать женой пророка, София была иудейкой. Ее отцом был Хуей ибн Ахтаб, один из предводителей евреев. Она рассказывала, «Когда я была девочкой, я услышала, как отец разговаривал с моим дядей. Они сидели дома и обсуждали ситуацию сразу же после того, как пророк прибыл в Медину. Дядя спрашивал моего отца, «Это точно он? Это тот самый пророк, которого мы ждали, из-за которого наши отцы и деды поселились здесь и который упоминается в Торе?» Он ответил, «Да, это он». Дядя спросил, «Что же ты будешь делать?» Он ответил, «Враждовать с ним, пока я жив. Вы ждете пророка сотни лет, а когда он появляется, начинаете враждовать с ним только из-за того, что он не один из вас? Даже если бы он был один из вас, вы бы могли не уверовать в него и убить». Что случилось с сынами Исраиля или с иудеями? Они рассеялись по земле. Куда они отправились? И что с ними случилось? Об этом мы поговорим в соизволении Аллаха в следующей серии. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok